Всем доброго времени суток! Посылку для Самвела из Америки мы посмотрели. Теперь очередь распаковывать посылку от этой же зрительницы и для Юли. День и ночь просто. Вот такая колоссальная разница. Ну, что, как говорится, каждому свое. Большая посылка и вкусно пахнет. Юля уже учуяла какой-то аромат, исходящий из нее. И говорит, чем-то так вкусненько пахнет. Ну, если там не будет вот этих каких-то пиписек, уже будет хорошая посылка. Слава Богу, их там не было. Что же там так пахло? Полный пакет огромнейших маршмеллоу. Первый раз я узнала это слово в 90-х годах из книжки про девочку-инвалида, которая очень верила в Бога. Может быть, кто-то читал эту книжку? У меня она до сих пор сохранилась, и не так давно я ее снова перечитала. Как они там сидели возле костра, нанизывали его на палочки и, в общем, на костре жарили. Юля вскрыла пакет, говорит, давай съедим, давай попробуем по одной штуке. Там можно и не жарить, а слопать так. Он был бы не сам собой, я сейчас про Самвела, если бы не опошлил и этот процесс. Не может человек спокойно съесть. Маршмеллоу очень крупные, овальной формы. Он запихнул себе его целиком в рот, предлагал Юле, у тебя, говорит, поместится полностью. Зачем? К чему такие эксперименты? Что он хочет этим выяснить? Экспериментом. Засунул его, значит, себе в рот, повернулся к зеркалу и начал так посмактывать. Долгие годы практики, я понимаю, для него даром не прошли. У Коки опка булыть, а у Сёмки не болит, потому что у каждого там своя задача, кто чем занимается. Маршмеллоу белоснежный. И Самвел увидел в зеркале, что на его фоне еще больше подчеркнулись желтючие зубы. Юля говорит, может быть, тебе виниры сделать? Ну, я считаю, что это глупость несусветная спиливать свои нормальные, пусть даже и желтые зубы. Можно же попробовать отбелить не до вот этого, не нормального унитазного цвета. Это тоже перебор. А как-то постараться отбелить и довести свои нормальные зубы до ума. Он просто не хочет. Что-то паста ему не особо помогает. Говорил он, что он чистит зубы, что хорошая отбеливающая паста. Купил он очень дорогую себе. По-моему, долгой номер. Он как не чистил зубы, так и не чистит. Кто-то из зрителей мне писал, неужели вы верите, что он в самом деле зубы не чистит? Прекрасно он ухаживает за гигиеной своего рта и бла-бла-бла. Ну, с какой стати человеку вообще врать? Ну, и по состоянию зубов, кстати, очень хорошо заметно, что все-таки зубы он не чистит. Далее Юля достала кухонное полотенце с рыжим котиком, специи. Юля смотрит кулинарный вот этот канал Самвелла и говорит, я использую вот те же специи, что ты, те и у меня, они теперь под рукой. Везде и всюду я их добавляю. Приближенные его свиты в восторге от его кулинарных изысков. Надя тоже балдеет. Представляете, повар с 40-летним стажем. Что-то там находит для себя новенькое и готовит. Говорит, как ты готовишь? Моя ж ты зирочка, какой же ты молодец. Все-то у тебя спорится и ладится. Как она ему сказала, я тебе дам рецепт дуже смачный. А ты еще добавишь что-то от себя, и це буде бомба. Зачем бомба? Чтоб все вокруг разнеслось пух и прах. Дальше Юля достала палетку теней ланком. Ну, декоративная косметика, признаюсь, моя самая любимая. Я с удовольствием глянула на оттенки. Мне понравились хорошие такие цвета. Сам Вэл и тут не удержался. И влез в рефил своим грязным пальцем. Грязным и липким. Потому что он только что жрал мошмлоу. Запихивал его в рот, потом вытаскивал пальцами. И снова запихивал. Пальцы липучие, а он тени елозит. Вот дать бы ему за это по рукам. Честно, я бы треснула. Зная его повадки, была бы уже на чеку, чтобы он не успел это сделать. Ну, Юля проморгала этот момент. Хотя по рукам ему досталось, когда он полез, что там дальше. Юля слишком долго восторгалась тем, что она получала. Ну, Юля, когда смотрит вот эти посылки, я заметила, когда она занимается распаковкой, она именно кайфует от вот этого процесса. То есть она достает какую-то вещь, и она начинает ее со всех сторон рассматривать, разглядывать, думать, к чему это применить, как это применить. А Самвелу так, знаете, быстро-быстро, быстро открыть, быстро посмотреть и быстро перейти дальше. Что же там еще ему прислали? Пока Юля млеет от тенюшек, Самвел снял крупным планом ее ноги. А зачем? Ну, вот что он хотел этим показать? Что они толстые, как столбики? Или что у нее и на ногах, на ногтях именно оранжевый лак точно такой же, как и на руках? Ну, вот для чего бы он это ни сделал, явно, что он делал это с дурными мыслями. Вот зная Самвела, не делает он ничего просто так, да еще и по доброте в душевной. Можно ли верить его словам, что он скучает по Юле и по их прошлому общению? А что им мешает общаться так же и сейчас? Самвел говорит, я так жалею, что вот у нас вот было такое общение, а теперь его нет. А что, колясико приструнить нельзя, чтобы он вел себя потише? Вообще не могу понять я его. Воюет с женщинами, все у него плохие. Юля плохая, разругались, разругал и Самвела. Надя плохая, пытался и до сих пор наверняка он не оставляет попыток разругать Самвела с Надей, чтобы они тоже перестали общаться. Другие друзья Самвела его тоже не устраивают. А где его друзья? Они вообще у него есть или у него в окружении только те, которые рядом с Самвелом? Пусть не друзья, но люди, с которыми он общается. Несколько раз он показывал, что приходила к нему какая-то сокурсница и на этом все. Что-то они там позанимались и пила ела. Кончилось. Такое ощущение, что нет, у него никого нет в окружении, с кем бы он мог пообщаться. Далее, возвращаемся опять к посылке. Юля достала две туши ланком и подводку. Хорошо, даже маме достанется одна тушь. Юля довольная, конечно, как слон. Раньше она, кстати, крайне редко пользовалась косметикой. Я думаю, что это для того, чтобы угодить Самвелу. Ведь он был ярым противником этой косметики. Он резко высказывался о том, что женщины даже слегка подкрашиваются. Зачем? Вот и сейчас он говорит, я никогда не пользуюсь ни масками, ни кремами, вообще ничем. Еще один нашел, чем гордиться. Вот его мама тоже тем же самым гордилась. Никогда брови не щипала. Вот свои как росли, колосились, так и все. Кто вверх, кто вниз, ее это все прекрасно устраивало. Она даже не хотела заморачиваться. И кремами не пользовалась. Я вообще, честно говоря, не могу представить, как так. Не пользоваться ни разу в жизни кремами для лица, для рук, для ног. Ну как? Неужели не было действительно в этом никакой необходимости у человека? Или так, знаете, какая ходит, такая ходит. Она говорит, я за естественную красоту. Да кто же мешает? Разве крем помешает естественной красоте? Его фактически не видно. Это элементарный уход за собой. И не более. И вернемся опять же таки. Когда Самвел резко высказывался в отношении того, чтобы женщины вообще не красились. Ему не нравятся таковые, когда он их видит. Ну, она хотела быть в этой компании. Ну и, соответственно, ей приходилось чем-то жертвовать. А после того, как они поругались, снова помирились. Все. После этого Юля уже вовсю пользовалась косметикой. Что мы сейчас и наблюдаем. Именно в видео Самвела. И плевать она хотела на все. Все равно. Примут, не примут. В любом случае. Она теперь будет. Ну, еще и повзрослела. Плюс. Она будет вести себя так и делать то, что она считает нужным. Далее. Чай в коробке с изображением английской королевы. Плюс еще положила Надя обезболивающие ей таблетки. Очень она хвалила именно эти таблетки. Я название, честно сказать, не запомнила. Юля сказала, что она очень страдает мигренью. И те таблетки, которые продаются у нее в аптеке, она, оказывается, уже работает заведующей в двух аптеках. Это прям одновременно, что ли. И там, и там, и тут, и везде. Ну, как она это успевает, честно говоря, я не знаю. И вот она говорит, что мигрень или зубная боль. Мигрень. Мне надо же мигрень. Человек страдает мигренью. Бывает же. Далее пошла уходовая косметика. Там гель для тела. Впали в восторг от того, что он перламутровый. Юля говорит, ну, теперь я буду сиять и сверкать. И кому только такая красота достанется. Ну, и Самвел не стал терять время даром, стал Юлю сватать за чьего-нибудь сына. Говорит, может быть, у вас, у зрительницы, есть подходящая кандидатура. Юля долгое время ни с кем не хотела начинать с серьезных отношений. Но теперь, когда прошло время, она готова к созданию семьи. Ее соотечественники, вы, соотечественницы, выехали за границу. Там нашли себе вторых половинок. Не растерялись, можно так сказать. А вот Юля осталась здесь, и теперь найти ей пару крайне затруднительно. Почему Юля не уехала? Чтобы не потерять работу. Вот эту. Две даже, получается. Да, в двух аптеках она работает именно заведующей. Или не хочет оставлять маму одну. В общем, причину нам не озвучили. Но, как бы то ни было, Юля осталась здесь на месте и никуда не поехала. Далее она достала из коробки крем для тела Шанель. Такая, знаете, стильные вообще вот эти все баночки, я обратила внимание. Ну, для девочек это тоже немаловажно. Потому что упаковка, она ведь тоже имеет значение. Главное, конечно же, это состав продукта, чтобы он подходил по типу кожи. Запах имел приятный. Но баночка тоже имеет значение, упаковочка. Далее лавандовая маска была для ног. Такие носочки. Ой, Юля, гляди в оба. Оно сейчас напялит, им уж померить все надо. Юля стала ей ему их дарить. Он категорически отказался. Не надо. Может быть, маме своей возьмешь. Ну, да. Зачем они ей? Она с молодости этим никогда не увлекалась. Она за естественную грязь. Все. У нее ноги черные. Я представляю, если в самом деле напялит. Ну, мне кажется, она все-таки их воткнула. Потому что в конце видео показали, что она Самвелу запихивала это все в пакет. Мне кажется, что для бабы Тани он понесет и будет еще вот этот контент. Ну, хотя бы таким образом ноги у нее отмоются. Далее салфеточки прессованные. Юля пошла, намочила. Вот, дай как раз-таки ему лапы протереть. Ведь он так и ходит по комнате с липучими руками. У него же и телефон тоже липучий. Далее вытащила она несколько упаковок печенек. Юля ему все предлагает. Носочки возьми, печеньки возьми. На диете он. Она говорит, я тоже на диете. Кто же будет теперь все это кушать? Коленьке надо отдать. Воно красиво и таке, яко, яке воно е. Надо, чтобы ще гарниши був. Самвел говорит, нельзя ему отъедаться. Ведь он собирается стадионы собирать. Звезда. Да, держит форму, чтобы блистать на сцене. А если не получится? Наживет сброшенные килограммы опять. Решительно настроен худеть до 70 килограмм. Юля отговаривает. Говорит, мне нравятся мужчины поплотнее и с животиком. Может быть и не надо Юле искать подходящую кандидатуру? Она уже наметила себе с Самвелом. Безнадега это. Он хоть и рад с нею пообниматься, но это скорее игра на камеру и дальше этого дела не пойдет. Если бы он хотел, то давно уже все было бы. Но в постели у него валяется жирный тюлень. И он для него предпочтительнее готовый к созданию семьи Юли. Это факт. Возвращаемся к посылке. Достает Юля несколько упаковок. Там кружевные стринги от Виктории Сигы. Юля в восторге. Сказала, что ей такое нравится. Ну, значит она носит и ей эта веревка не мешает. От примерки она благоразумно отказалась. Говорит, толстая сейчас для этого. Ну, слава богу, хотя бы вес ее остановил. Вот, если бы она разрешила бы севки, он бы напялил. Его ничто не остановит. Честно говоря, я боялась, что он сейчас попросит. Нужно я померю? Мамы дома? Нет. Почему бы и нет? Он уже похудел. Но, слава богу, обошлось. Но без стрэша, конечно же, этот факт не прошел. Как это, трусы и севка ничего не отчебучил бы. Сунул нос, понюхал. Пусть даже не ношеный. Но со стороны, честно, это как-то неприлично выглядит. Хотя, сам вэл и прилично. Это же, это просто невозможно. Далее Юля показала, что прислали футболочки, блузку, пижамки. Она думает, что это для мамы. Говорит, по-моему, она мне писала, что она и для мамы что-то положила. Но видно, что ей это тоже все очень понравилось. Мне, кстати, вещи тоже понравились. Все такие светленьких оттенков, хорошенькие. Вот эта посылка, она действительно была для положительных эмоций. Хорошая косметика, хорошие вещи. Пригодится и будет использоваться, носиться с удовольствием. И я посмотрела на это все с удовольствием и тоже испытала позитив. Вот такие видео мне интересно смотреть. А не то, что сам вэл в основном показывает на своем канале. В основном сейчас это, конечно же, маменька. Ну, хотя бы вот такая небольшая была разрядочка именно настрой на позитив. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал.